Звезда по имени Солнце Всем привет! В эфире программа Headliner. Начнем мы с музыкальной премьеры. Группа Кешью презентовала свой новый клип. Чем на этот раз постарались впечатлить молодые подопечные Баян Есентаевой, узнаем прямо сейчас. Соединить казахские традиции и танцевальный стиль Майкла Джексона? Почему бы и нет? В новой видеоработе на песню Рухтаару Акбота, Жолдыс и Балжан продемонстрировали не только вокальные навыки, но и результаты тяжелого труда на хореографическом поприще. Всего за несколько часов ролик группы Кешью набрал около 30 тысяч просмотров. Однако и в этой бочке меда нашлась ложка дегтя. Некоторые интернет-пользователи заметили схожесть работы подопечных Баян Есентаевой с клипом о Юме на песню Хейла. Как говорится, не судите, да не судимы будете. Большинство поклонников коллектива клип на песню Рухтаару удивил. И правда, в этой работе девушки выложились на все 100. Грядет одно из самых громких событий этого года. Казахстан Fashion Week покажет отечественные зарубежные коллекции сезона осень-зима 2016-2017-18 раз. Череда модных показов пройдет с 19 по 21 апреля. О том, что нового припасли организаторы мероприятия, выясняли наши журналисты. В этом году неделя моды пройдет под эгидой Digital Fashion. Это означает, что все показы будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале в YouTube, а также в приложении Перископ. Мы, как всегда, тоже готовим сюрпризы в виде новых дебютов, в виде проектов. Среди них неожиданные коллаборации. Так, например, организатор мероприятия Ирина Байжанова после долгих лет работы за кулисами решила попробовать себя в качестве дизайнера. Совместно с Ольгой Кимона представит новую линию одежды «Носи моё энд антенна». Вместе все это обсуждали, вместе решали, какие будут ткани, какие будут фасоны, утверждали. Сейчас коллекция еще в процессе. Вдохновением и музой вообще этой коллекции является сама Ирина Байжанова. Я давно хотела поучаствовать как-то в процессе и в создании какой-то коллекции, не какой-то, а лично своей, конечно. Обоюдная совместная любовь к белым рубашкам, к бело-черному, к такому стилю, достаточно концептуальному, строгому, сдержанному. Но в то же время женщина-романтик, здесь романтичность появится. Хотелось бы подчеркнуть, что рубашечный стиль у казахстанских модельеров в этом сезоне – фаворите. В основу коллекции легла мужская рубашка и, скажем, такой вот свободный стрит-стайл. Будут рубашки, платья-рубашки, брюки, пальто. Не так давно наши дизайнеры вернулись в московской неделе моды. Там прозвучало много лестных комментариев об их работах. Не скромно так скажу, мне даже писали в личку, то есть в инстаграме мне писали о том, что спасибо вам, это был самый интересный показ за этот день. Часть из этой коллекции была представлена на московском подиуме, часть, все остальное вы увидите здесь, на Казахстан-Фашвик, на нашем любимом подиуме. Это коллекция, в общем-то, кое-какие модели, вы, может быть, вспомните из моих старых коллекций, мы сделали такой рестайлинг. На Казахстан-Фашвик свои дебютные коллекции представят участники конкурса «Опен Уэй», а также гости из России, Украины, Узбекистана и Грузии. Для удобного просмотра всех показов модная сессия будет поделена на дневной и вечерней блоки. Нелли Ергалиева, Илья Иванько, Хедлайнер. Алматинцы воспользовались редким шансом увидеть поклонников рок-музыки в филармонии. Государственный духовой коллектив Республики Казахстан и Лампы Оркестра выступили с программой «Звезда по имени Солнце». Жанья Шеребжанова расскажет все подробности. В филармонии имени Жамбыло полный аншлаг. И в глаза сразу бросается, что в этот вечер здесь собралась достаточно разношерстная публика. Это были и уже зрелые поклонники классической музыки, и юные фанаты русского рока. Всему виной необычная концертная программа со знаменитым названием «Звезда по имени Солнце». Причем в сопровождении Духового оркестра Республики Казахстан. Собравшимся в зале были представлены кавер-версии известных произведений таких великих групп, как «Машина времени», «Кино», «Наутилиус», «Помпилиус» и других. Певица из Саратова Ирина Левина и группа «Соль до» отвечали, как говорят, за вокальную часть. А вот самым ожидаемым и самым зрелищным было выступление «Лампы Окестра». Бесспорно, концерт «Звезда по имени Солнце» по-своему наделал шуму. Хедлайнер узнал, как отнесли зрители к такому неординарному мероприятию. Ведь это был не то рок-концерт, не то вечер классической музыки. Ну, как бы мы не пропускаем концерты с моей мамой, получается. У меня в этом оркестре работает родной брат Георгий Юрьевич Тихонов. «Лампы Окестра» тоже очень позитивный солист их, тоже очень позитивный парень. Уже почти заканчивается концерт, я ушел, не досидев, потому что я устал. Ну, там такой шоумен, знаете, буквально все так показывает, обнимание, и он сам себе как сурдопереводчик, я прогибаюсь, он выгибается. Такое ощущение, как будто просто шоумен. Такое, да, неплохой голос, да, но тексты вообще меня убили напрочь, вот эти лампы. Сделай вот так, потом сделай наоборот, и главное, чтобы тебя перло. Ну, что за текст? Я счастлив. Я бы хотел, чтобы мама моя только была на концерте, она бы гордилась бы нами. У нас духовик наш работает в духовом оркестре здесь, в Готобе, и он пришел, попросил дирижера. Дирижер пришел на наше выступление, в обычный какой-то клуб Алматы, и сказал, дирижер сказал, загорелся, он сказал, нас устраивает, нам интересно, нам любопытно, давайте посмотрим. Давайте споем про Казахстан, про мир, про добро, про музыку, про жвачку. Что ж, какие еще музыкальные эксперименты создадут ажиотаж в Алматы, смотрите в Хедлайнер. Жене Шаребжанова, Илья Иванько, Хедлайнер. Чемпионами становятся не только в спорте. Казахстанский визажист Виктория Станевич была признана абсолютной победительницей международного конкурса в сфере индустрии красоты. Нелли Ергалиева решила лично убедиться в мастерстве девушки. На конкурсе среди 80 стран от 3 до 5 тысяч участников. И, конечно, попасть хотя бы в десятку, это большое достижение. Быть на пьедестале первым и еще три раза в каждой номинации, я считаю, что это, конечно, большой труд, который был проделан, и большое достижение. В соцсетях в течение недели поздравляли все, и знакомые, и незнакомые люди, было очень-очень приятно. То есть, и страна разделила мой успех. Я делала три работы, участвовала в каждой номинации. Это тоже очень большой труд, потому что не спишь около трех суток вообще. Была представлена свадебная номинация, работа свадебная. Она без рисунка, только как коммерческий макияж салонный, но очень красивый и техничный. Подиумная работа, она предполагает рисунок вокруг глаза, ну и оформление, конечно, самого глаза. Очень такой объемный, объемная работа. И боди-арт, это роспись всего тела и лица. Здесь уже, конечно, выкладываешься на все сто практически сутки, мастера рисуют. Ну, от 10 до 16 часов примерно уходит на работу, на создание этого образа. Со мной была команда, это Елена Ушакова, она представляла Казахстан как судья на чемпионате мира, сертифицировалась. Даже получила в этот юбилейный год медальку судьи. То есть, судила очень честно и правильно. Мариша Басова, она помогала мне во всем, всегда рядом была. Была модель наша, она уже очень известная у нас, ей предлагают очень много контрактов, мы ее никому не отдаем. Ну, Анелечка, то есть, вот она гордо представляла, даже в холоде, там, не спит, не ест модель. У нас стоит на высоких каблуках, ощущения все эти, ну, скажем так, малоприятные. Но улыбка на ее лице и вот этот позитив, который она развеивала среди тысячи зрителей, конечно, принес нам тоже успех. Костюмы, кстати, нам создавать помогала Алена Полянская, это наш дизайнер, да, популярный. А, Вика, я хочу предложить вам интересную игру. Я думаю, ваше мастерство, оно на высоком уровне, и поэтому мы хотим его проверить. Давайте покрасим меня с закрытыми глазами, посмотрим, что из этого получится. Ой, я с огромным удовольствием проэкспериментировать и узнать точно, смогу я это сделать с закрытыми глазами. Кто, например, был под вашей волшебной ручкой? Хиларис Вонг, Мишель Родригес, Сигурни Вивер, Винсан Кассель. Некоторых вот даже фотографий можете наблюдать у нас в студии. Ох, ну как красиво! Ну вот, мы и проверили мастерство Вики, и даже с закрытыми глазами она может показать супер-класс! На этом все. Смотрите программу Хедлайнер по будням в 19.30. Будьте в курсе самых актуальных событий и подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграм. Собачка Хитси Вики Зет. С вами был Юра Мальцев. До встречи, пока!